Не крошки угля, миллионные долги, аварийные котлы и собственники, которые прячутся от прессы за спинами подчиненных. Кирсинская ТЭЦ на этой неделе была признана областной прокуратурой, не готовой к началу отопительного сезона. Проблемную ТЭЦ посетил Иван Швецов. Котлы не готовы, во-первых. Они в стадии как бы ремонта, но они не выдержат нагрузки в зимнее время. В ревизии многие не проведены соответствующие, и электрооборудование не в удовлетворительном состоянии. Как я знаю, по трубинному участку там в аварийном ситуации находится. О техническом состоянии ТЭЦ можно судить и по внешнему виду труб, до сих пор не отремонтированному участку транспортера и котлам. Но внимательно изучить обстановку на предприятии у руководства района времени не было. Неожиданно возникла преграда в виде главного инженера. По подготовке котлов муниципальных что можете прояснить? Это я ничего вам объяснять не буду. Потому что вы стоите на чужой территории. Вы зашли без разрешения суда. А еще разрешение суда надо? Особо опасный объект. Опасный объект производственных. Здесь только заходить через согласование. Когда был взрыв топливоподачи, никаких согласований не было. Мы с Валерием Сергеевичем носили уголь в бедры. Да, это ваше оборудование. Я согласен с ним полностью. Но для того, чтобы зайти в здание ТЭЦ, которое принадлежит мне вам, необходимы какие-то документы. Какие документы? Ты меня знаешь, я глава района. Я представляю муниципальный район без предоставления каких-либо документов и без доверенности. По законодательству. Тогда прошу выйти вас. Покинуть помещение. Несмотря на то, что наша съемочная группа освещает ситуацию на Керсинской ТЭЦ уже второй раз в этом году, руководители предприятия так ни разу и не пожелали с нами встретиться, отдуваться за своих директоров перед СМИ всякий раз приходится персоналу, от которого, по большому счету, ничего не зависит. Договора, заключенные договора на поставку угля собственники в администрацию города и района не предоставляют. Кроме этого, имеет вопрос еще и то, что тариф защищается на уголь, как топливо основное для Керсинской ТЭЦ, и люди платят, понятно, согласно тарифу, за услуги по сжиганию угля. А собственники занимаются чем? То есть топят опилом, извлекая сверхприбыль. На сегодняшний день у собственников только одних долгов более чем на 80 миллионов рублей. Ситуация на Керсинской ТЭЦ еще очень далека от своего конечного разрешения. С одной стороны, собственник общества с ограниченной ответственностью «Автотех» изо всех сил пытается сохранить контроль над предприятием, и это несмотря на свои многомиллионные долги. С другой стороны, холдинг «Промуголь-2010», который, в принципе, готов приступить к началу отопительного сезона, не может это сделать из-за того, что ООО «Автотех» затягивает процесс передачи имущества, который находится в залоге у Сбербанка Российской Федерации. А тем временем, до начала первых холодов в Верхнекамском районе остается менее двух недель. Иван Швецов, Руслан Быкасов. Вести. Кировская область.